здравствуйте ребята меня зовут хитрук елена я заводчик птицевод перепеловод в своем хозяйстве выращиваю курочек мясные мини куры мини мясные палевые белохвостые п77 п76 проживаю на территории украины город пиромайск николаевская область универсальные курики выращивать можно подсобно в хозяйстве даже и в клеточном варианте вольерном варианте и так как у меня птица содержится вигульна сейчас у нас второе февраля очень много показывала я вам о содержании птицы на youtube-канале хитрук елена жизнь дивиться предыдущих два года очень хорошую тему я вам показала модернизация на сестров цена сестры состоять из шести палок вот так вон и разборни изборни убрали шесть палок це може сделать даже подросток раз-два и так далее со стены тоже вытягивается на прутах разбирается мыйца дезинфицируется и так далее почему на сестры у мене железни оранжевого цвета покрашение ящики пластиковые тоже я показывала дивиться дуже внимательно плейлисте рентабельные кури мясные мини кури я выращиваю с в питании рацион питания у курей 50 процентов травы сейчас выйду на двор покажу вам что действительно таки с них на дворе и таки действительно 2 февраля но вы побачите по дате загрузки видео 2022 год як содержуя курей вот именно дуже багато таких моментов я показываю и вам развязываю руки про блок клещей моль кровопийц у нас на украине говорится кури не было кури на моль вот мои постоянные зрители знают что на цем месте было корица и в том корицы купались у нас курочки что мы им досыпали дивиться видео есть очень полезна вам информация так как зимой курочек вы не покупаете так и так как мои постоянные зрители уже знают почему у лени вот в помещении обдал обдолбан не обдолбані стены я сюда вот так вот в пазы ставлю жму таки сина 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 у нас люцерки люцерка це трава яка содержать більший процент растительного протеина кто выращивает корова козы и знают люди даже не люди хозяйственники что в поднимаются удои если теленок не рождается он намного будет крупнее и сытнее и коровка тоже чувствует себя очень хорошо так как коровка постоянно каждый день вам дает молочко и хозяин конечно хочет чтобы молочка было побольше умастались мои курёхи значит как можно сделать такую вещь можно сделать як бы ящик из решеткой десь два с половиной на пять сантиметров сделать можно и курочки будет тоже через него клевать травичку так я делала и литом и ця же сама кошелочка выступала литом для курей для сочной подкормки насыпалась трава с огорода и та же сама люцерка и кури у нас вот так вот клевали значит дивиться я вам показываю что курочки наши почему называются вони мясные мини кури так как у петушков высота ножки высота ножки 8-10 сантиметров а у курочки высота ножки 6-7 сантиметров вот поэтому и называются мясные мини кури а кури у них мясо очень вкусное ценится за мраморность мраморное мясо вообще ценится будь то оно чи говядина чи свинина вес петушков у нас вот именно племенных на данный момент 2 800 а курочки от 2 400 до 2 600 конечно можно будет еще переваживать их но то что были данные до сегодняшнего дня я и вам и говорю курочки разговаривают кудохчут хочет нестися хочет есть и хочет пить в воду добавляю я им риасил жидкий риасил хандропротектор и на основе леонардита тоже это биодобавка биологической добавки лучше не найти но пишите в комментариях какие же вы используете биодобавки в корме нашей птицы ну и давайте вернемся до такой вот подкормки як травяна травяну подкормку использовать сину можно вот так по помещению то есть рассыпать но курица в она пограбалась пограбалась и и это все с пометом перемешивается можно таким вариантом как я и делала ставила в пазы вы бачили да вечером я заходил в курятник а не только кустики терчать значит достаем вытягиваем оттуда эти кустики выбрасываем и кури доедают сейчас производилась уборка в курятнику конечно сина есть отходы от него вот это ценна как бы сказать подкормка травяна целлюцерна я думаю а ну я сейчас своим курюхом сделаю так кошелка ты разговариваешь со мной значит кошелка можно было поставить ее на пеньок но все пеньки мои высокие они примерзли до земли значит я беру обыкновенное черное 12 литровое ведро ставлю на ведро но ведро не вверх ногами а ведро то есть открыто дырка вот тут сверху не переворачиваем почему возможно что-то просипеться а потом я им сипну и они доедят значит сверху ставлю кошелку кошелка это называется садовая с такими вот ручками это осталось еще я выращивала коров а коров я не держу с 2002 года вот то есть осенью 2002 года у меня коровок уже нема будем говорить уже 20 лет коров нема а кошелка осталась кошелка трошки есть тут такие дырки потому что вона и поломалась но я сделала так вы можете писать в комментариях как вы сделаете но можно даже из сетки рабицы сделать такую кормушечку и есть у меня на дворе там прибыта пищу кормили мы молодняк тоже есть такие вот решетки если останется время я вам пиду покажу значит вот так вот ребята я зимою выпасаю курей кто еще бере сады такие коврики там с ячменя из любых злаковых пшенички и так далее но это как зеленая масса это как витаминки это очень хорошо но вот алюцерочку вы конечно не вырастете сейчас и можно тики конечно простите и давать ну я пророщена но и все а зелень все таки нужна значит вот такая получается кормежка у наших курочек в зеленом то есть сина цен намного полезнее для наших курей и яйцо вкусное и мясо желтенькое ну вот таким вот я хотела с вами поделиться можете сделать репосты в группах если у вас есть все группы вайбера можете соби сделать як напоминание то есть поставить пальчик вверх и у вас в плейлисте понравившееся видео ну вот наши курочки пускай пасутся я им мыю кормушки мыю поилки даю есть и даю пить и остается меньше я к хозяйственнику прийти и забрать яйцо вот и пожалуйста вознаграждение осуществилось два яичка а тут и тут есть вот и пожалуйста ребята такие не зря мои труды мои труды оценивать оценивать Продолжение следует...